Исповедь Наверное, с тетрадкой, раз кто-то видит человека, подходящего с тетрадкой, наверное, это нехорошо. Но предполагается, что за спиной человека с тетрадкой стоит большая очередь народа. И понятно, видя огромную тетрадку в руках своего брата, чаще всего сестры, конечно, люди смущаются и уже думают не о своих грехах, а пребывают в смущении, раздражении, и это неразумно. Они пришли на исповедь, а фактически вот таким образом их смутилось, надо быть человечней. Если у человека есть желание поговорить, исповедоваться или поговорить со священником с тетрадкой в руках, лучше назначить для этого отдельное время. Это, в принципе, то, что касается тетрадки. Человек, если он исповедуется каждую неделю, он не может приходить с тетрадкой. Он не может даже приходить с двумя листками. Это невозможно. Если он каждую неделю причащается, так не бывает. Он может, конечно, написать какую-то там записулечку, может, для удобства своего, но это никогда не будет большой формат. Это бывает только тогда, когда человек либо не живет вообще христианской жизнью, делает вид, конечно, но не живет, либо он очень-очень давно не был на исповеди, очень давно, и прошли какие-то очень серьезные события, которые нужно описать целую жизнь. Вот тогда, да, лучше, значит, отдельное время выслушать человек, и ему будет так лучше, что за ему в затылок никто не дышит. И люди не будут стараться того, что кто-то приходит с большим-большим-большим текстом. Это некая внутренняя культура храмового или церковного пространства. Часто люди живут по принципу «мне надо». Вот ездишь по дороге, узенькая дорога, и вдруг посреди дороги стоит машина. Ну, ему надо в соседнее здание сбегать, вот, и он паркуется там, где ему хочется, там, где ему удобнее, не думая, что он создает препятствия в движении других участников дорожного движения. Это не по-христиански. Христианин всегда должен думать о том, как его действие произведет, вот, какое на эффект волну произведет в других людях. Об этом говорит апостол Павел в том же послании Коринфян, восьмой главе. И очень важно понимать, вот, если я хочу, скажем, прийти на исповедь и вижу, что там народу много, я подойду с этой же тетрадочкой, подойду и скажу, спрячу ее в карманчик, чтобы никого не смотреть, подойду, батюшка, у меня очень много грехов. Я 28 лет не была на исповеди, мне надо серьезно исповедоваться. Назначи мне, пожалуйста, время. И батюшка назначит. Договориться, как это лучше сделать. Это нормально, это, ну, надо же подумать, что я вот сейчас буду тут полтора часа исповедоваться, а людям-то каково ждать. Вот эта культура отношения человека к человеку, понимание того, что есть люди, которые смогут смутиться или расстроиться из-за этого, вот это навык общежития. Это то, чему учит церковь. И если мы, прожив в церкви много лет, этому еще не научились, мы как-то не так в ней живем. Мы не поняли в ней самого главного. Мы не поняли в ней братолюбия, уважения и вот этой ответственности за духовное состояние, за душевное и духовное состояние тех людей, которые рядом с нами. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и подпишись.